Спасибо, Александр Адамович. А вот прямо с президиумом являемая часть медианского форума. Сегодня действительно были обозначены очень свободневные вопросы исторического, общественного и школьного образования, которые серьезно волнуют не только школам, волнуют вузы. Это тоже здесь сегодня уже прозвучало. И очень радует, что все больше и больше, в общем-то, мы говорим в унисон, мы больше, в общем-то, начинаем понимать друг друга, потому что действительно только совместными такими усилиями можно решить очень сложные, порой трудно решаемые проблемы в достижении наших целей. Ну, пусть и Никита Александрович трудно, конечно, выступать, а он затронул такие глобальные вопросы. Но я думаю, что вы согласитесь, что не только общие базовые исторические курсы, которые составляют основу исторического школьного образования, сегодня настолько, в общем-то, как бы определяют вектор в целом исторического школьного образования, есть очень важный компонент. Это история регионов, которые сегодня, в общем-то, наиболее приближают нас к достижению цели создания, ну, формирования российской идентичности, воспитанию еще поколения тех ценностных ориентиров, которые важны для выживаемости общества, которые приближают нас к возможности восприятия и мировых ценностей. И вот на этом, на этой проблеме, на этом вопросе я бы хотела сегодня остановить. Сегодня действительно определяются новые подходы в политическом курсе исторического и обществоведческого образования, и это очень знаменательно. Это и касается региональной истории. В системе общего образования сегодня существуют педагогические возможности для решения этих проблем. Несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации вводится однокомпонентная модель государственного образовательного стандарта, это абсолютно не исключает необходимости разработки теоретических основ построения регионального компонента общего исторического образования, а даже наоборот предполагает и дает им значимое, отходит им значимое место. И в ее практической реализации в общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации особенно. Мы с вами знаем, что региональный компонент термин, он появился вместе с терминами ЕГЭ, ТЭС, значит, образовательный стандарт. И в какой-то степени там не акцентировалась так значимость нового содержания регионального компонента. В массовой педагогической практике поднять региональный компонент не было смыслом как новое явление, а был восприниман как обычное школьное краеведение. Проблема лечения регионального компонента получила освещение на ряде знаменательных конференций, форумов, организованных Советом Европы, Министерством образования и науки Российской Федерации, которые были посвящены изучению регионального компонента, где как раз были сформулированы основные подходы, цели, задачи регионального компонента, которые не ограничиваются локальные эскория. Один формулировалось, постулировалось взаимодействие ряда факторов, которые должны были образовать целостное восприятие мира. И здесь, конечно, очень важным средством реализации регионального компонента является, конечно, создание учебных пособий, учебников по истории региона, которые дают возможность нам разрешить эту поставленную цель. И здесь, хочу сказать, огромную роль, конечно, играет, как сегодня уже дозвучал неоднократно, именно отбор исторического материала. Если ранее в каевических курсах преоблагались уже эти политические истории, то в настоящее время все большее внимание в изучении истории регионов начинает перестраиваться на распределение других аспектов, в частности культурного взаимодействия, культурного взаимообогащения, истории традиций и обычаев, диалогов, культур и так далее. И это совершенно правильно. В ходе научного обсуждения на этих формах были обозначены важнейшие проблемы, которые необходимо решать. И, к сожалению, и сегодня, несмотря на то, что формы прошли несколько лет назад, ряд серьезных задач. Это прежде всего способ зачитания общего и регионального материала на разных ступенях обучения, оптимальное соотношение между содержательными и деятельностными подходами в изучении региональной истории. И, конечно, одной из главных проблем является создание целого комплекса материалов по региональной истории. Сегодня уже звучало о том, что и для базовых курсов исторических должны быть комплексы, перечисленные в компоненты. То же самое касается и региональной истории, которые будут как раз решать вопросы практико-ориентированности школьников в изучении региональной истории. Пожалуй, самой такой ахиллесовой пятой в региональных изданиях на территории Российской Федерации является мезодический аппарат этих учебников. Обычно вопросы и задания в большинстве случаев носят репродуктивный характер и направлены на воспроизведение материала. Сейчас начинают появляться новые виды учебных пособий по краевой и региональной истории, которые решают требования современной формирования таких изданий, которые ориентированы на личностно-ориентированное. Это только начало. Я думаю, что это линия правильная, которая позволит нам действительно перестроить весь учебный процесс и решить самый главный вопрос. соединения мировой истории, российской истории, региональной истории, локальной истории. Ословываясь вот на этих требованиях, которые прозвучали на этих форумах, мы приступили к разработке своей модели регионального учебного пособия по достаточно сложному региону, Башкортостану. И в своей концепции мы заложили, на наш взгляд, несколько таких определяющих принципов, которые позволили нам, в общем-то, выполнить поставленную задачу. Ну, прежде всего, это принцип органичного включения региональных компонентов в базовый курс, типичность отображаемого регионального содержания, специфичность регионального и локального компонента, целостность в изучении вопросов истории и культуры, культурного многообразия и единства, признание человека главной фундаментальной ценностью, диалогичность. Вот эти основные центры, они составили как раз концептуальность модели нашего учебного пособия. И разработанное в своей основе региональное учебное пособие, это практически и привело нас в мысли обозначение его под общим названием, как Россия и Башкортостан, «Общность исторических судеб», которое рассчитано на учащийся третьим по девятый класс. Было разработано два варианта изучения региональной и локальной истории. Первый вариант, он подусматривает органичное включение материала по региональной и локальной истории в курс истории России, где материал по региональной и локальной истории включается либо синхронно-параллельно, либо интегрированный. Интегрированный подход как раз обозначает, что материал по истории региона и отечественной истории изучается объединенно, на одном уровне. Синхронно-параллельный принцип предполагает проведение самостоятельных уроков по региональной истории после рассмотрения материала отечественной истории по определенному хронологическому отрезку времени. Какие-то темы позволяют использование именно только этого подхода. Был предложен второй вариант, когда история культуры народов регионов представляется в качестве самостоятельных курсов с 3 по 9 класс. На первом этапе изучения истории 3 и 9 класс региональный компонент представлен локальным, близким и обозримым материалом. Третий класс курс называется «С чего начинается родина». Четвертая моя родина – Башкортостан, в пятом классе народы нашего края, в шестом наш край с древности до конца 16-го века, седьмой класс в Башкирии в составе России, 17-18 век, восьмой класс в Башкирии в составе Российской империи и девятый класс в двадцатый вековой истории Башкортостана. Этот вариант возможен, кстати, еще и при использовании вариативной части федерального стандарта общего образования, выделении в учебном плане региона дополнительного часа, а также при проведении факультативных и коллективных курсов. То есть достаточно широкая аморфивность, которая позволяет учителю использовать данные учебные пособия очень гибко, в зависимости от того, какой вариант предпочитает то или иное образовательное учреждение. Для полноценного изучения регионального компонента, конечно, я уже отметила, учебное пособие должно быть сопровождено и электронным приложением, и рабочими тетрадями, и хрестоматиями, и измерительными материалами, историческими картами, как аутентичными, так и современными. И здесь, конечно, есть один очень непростой вопрос, с которым сталкиваются очень многие территории, субъекты. Это, конечно, поддержка непосредственно департаментов образования, министерств образования, субъектов Российской Федерации, их административной и финансовой поддержки. Я думаю, что это в любом случае все достаточно решаемо, достижимо, и сегодня мы практически вступаем вот на этот этап постепенной реализации этого компонента, уже в новом содержательном решении. Я хочу всем пожелать, кто уже как он приступил, творчества и больших удач, и успешного исполнения достижения этой цели. Спасибо. Вообще, это тема коллеги регионального компонента. Мы обсуждали ее как раз в Уфе. Это серьезная тема очень. После нашего свидания в Уфе мы писали президенту, письма. В общем, министерство этим занималось, но эта тема требует отдельно. Завтра поговорим на эту тему.